Перемены – это то, что волнует людей. Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко проверил реконструкцию культурно-досугового центра «Протон» и пообщался с жителями Протвино в ходе выездной администрации. Сроки и качество выполнения работ под постоянным контролем. Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко проверил ход капитального ремонта культурно-досугового центра «Протон». Здесь на сегодняшний день проложены все инженерные сети, установлена пожарная сигнализация, завершена отделка фасада, осталось обновить его цокольную часть. Сейчас ведутся архитектурно-отделочные работы по устройству полов, плитки, акустических панелей. На объекте задействовано 45 человек. Важно выполнить работы точно в срок. Нам четко было указано необходимость выполнения контрактных обязательств. В случае нарушения любого нарушения сроков будут замедлительно выставлены максимальные штрафные санкции. В то же время мы пришли, посмотрели, видим, что здесь нехватка непосредственно рабочего персонала, отделочников. Мы об этом также указали представителю подрядной организации. Через две недели подрядчик приступит к установке сухого фонтана с подсветкой на площади перед «Протоном». Все коммуникации уже подведены. Параллельно будут вестись работы по отделке сцены. Вся основная часть уже внутри здания. То есть у нас основной зал тут находится в работе, акустические панели планируем через неделю приступить к монтажу также. И уже непосредственно отделка самой сцены, покрытие, которое на полной сцене будет располагаться. И монтаж уже потолочных систем. Реконструкция культурно-досугого центра в Протвино проводится по современным стандартам. Мы понимаем важность этого объекта для города, для всех его жителей. Поэтому наш контроль, муниципальный контроль не будет ослабевать. Мы будем требовать, настаивать и сопровождать этот проект до его окончания. В Протвино активно ведутся работы и по преображению города. Вопрос благоустройства стал одной из основных тем выездной администрации, которая прошла в Центре молодежных инициатив. Жители интересовались как и текущими строительными работами, которые проходят на лесном бульваре и у торгового центра «Слава». Так и предлагали собственные инициативы по благоустройству. Я приходила по вопросам об устройстве лесного бульвара, который у нас сейчас заканчивает реконструкцию. Для начала, конечно, поблагодарить. Нам все это очень нравится, красиво. Но есть моменты, на которые стоит обратить внимание. По поводу грязной площадки возле «Пятерочки», облицовки парапета, полива клумб, ухода за клумбами. Хотелось бы, чтобы сделали детскую библиотеку, библиотворик обустроили. Так как мы посещаем с детьми эту библиотеку, хотелось, чтобы территория около библиотеки была благоустроена. Сделали клумбы, лавочки поставили, чтобы дети с удовольствием посещали детскую библиотеку. На особым контроле вопрос медицины. Будущая мама Алена Сергеева пообщалась с заместителем министра здравоохранения Московской области Еленой Штукиной. Беспокоила вопрос работы местного роддома. Я пришла с вопросом о том, что будет ли закрываться у нас роддом. Потому что ходит очень много слухов про это все. Мне ответили, что нет, роддом закрываться не будет, не планирует. Все останется так, как есть. Все, кто посетил выездную администрацию, смогли обратиться за помощью к Сергею Никитенко, его заместителям, руководителям структурных подразделений и депутатам городского совета. На часть обращений ответы были даны на месте. Другие же требуют более детальной проработки. Продолжение следует...